Ещё неизвестно, будет ли такой шаг достаточным, чтобы избежать окончательного развала. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Банкротство банков приближается. Deutsche Bank утопает в крови. После десятилетия отмывания денег русских и американских олигархов, в Deutsche Bank знают, что они сами выкопали себе яму, и что им лучше занять оборону и начать избавляться от улик. Акции банка находятся в свободном падении. Рекордные убытки, больше вынужденных резервов для судебных разбирательств, меры жестокой экономии, которые готовятся к реализации. Неудивительно, что крупнейший банк Германии находится в кризисе. А негативные заголовки о банке, кажется, никогда не прекратятся. Всё начало меняться в плохую сторону, в том числе и после сомнительного назначения Зигмара Габриэля в качестве члена НАП-совета Deutsche Bank. Deutsche Bank, которому уже 150 лет, считается одним из самых важных банков в мировой финансовой системе. Но, тем не менее, он страдает от ряда скандалов и проступков. За последние пять лет банк потерял 15 миллиардов евро, что превысило 9 миллиардов чистой прибыли за 10 лет. Например, в прошлом году Deutsche Bank потерял 5,7 миллиарда евро, либо же 6,3 миллиарда долларов, что намного хуже прогнозов, поскольку стоимость попыток хотя бы как-то исправить ситуацию съела ещё больше прибыли. И это уже пятый год подряд. Последняя попытка исправить положение дел от генерального директора Кристина Сюинга заключалась в экономии 7,4 миллиарда евро на сокращении 18 тысяч рабочих мест. Другими словами, Кристиан перевёл внимание банка с инвестиционного сектора в корпоративное и частное банковское обслуживание. Deutsche Bank также сообщил о потере 832 миллионов евро в прошлом летом на фоне этой реструктуризации банка. Как мы видим, реструктуризация не помогает. На горизонте не видно ничего хорошего для Deutsche Bank, поскольку он по-прежнему является одним из крупнейших деривативных игроков в мире. Чтобы вы понимали, базовым активом деривативов являются ценные бумаги. А портфель ценных бумаг Deutsche Bank оценивается в 46 триллионов долларов. Триллионов? Не миллионов и не миллиардов. Это в 14 раз больше ВВП Германии. Deutsche Bank даже после сокращения тысяч рабочих мест по-прежнему теряет очень много. Больше предполагаемого. Банк сообщил о больших потерях за 2019 год в сумме почти 6 миллиардов евро. Это значительные убытки. Это один из самых больших ежегодных убытков за всю историю банка. И это плата за планы реструктуризации банка, которые оказались провальными. Deutsche Bank также сокращает премиальные выплаты сотрудникам на 30%. Но правление банка, тем не менее, получит эти премиальные за 2019 год, хотя и размер выплат будет в два раза меньше, чем за 2018. 13 миллионов евро за 2019 против 26 миллионов за 2018. Зато топ-менеджеры отказываются от так называемого индивидуального вознаграждения, основанного на результатах их работы. Важно отметить, что президент немецкого федерального банка одновременно является председателем Совета Банка Международных Расчетов. А Банк Международных Расчетов, как вы знаете, является матерью всех центральных банков мира. Недавно Deutsche Bank объявил, что снова начнет сокращать рабочие места в целях радикальной реструктуризации финансового учреждения. Банк заявляет, что этот шаг обойдется в 7,4 миллиарда евро, поскольку компания оставляет глобальный инвестиционный банкинг и сокращает некоторые операции с фиксированным доходом, например, торговлю акциями. Ожидается, что основная часть сокращения рабочих мест затронет Европу и США. Банковский кризис и их банкротство – это первый шаг к серьезным изменениям. Deutsche Bank – не последний банк, которому стоит к этому готовиться. Некоторые крупные банки тоже вскоре обанкротятся. Немецкое чудо, которое в течение многих лет предлагалось нам в качестве образца для подражания, теперь стало далеким воспоминанием, превращаясь в кучу обломков из-за событий, которые произошли в последние месяцы. Тарифная война показала Ахиллесову пяту локомотива Европы. Механизм, который благодаря единой валюте позволил Берлину иметь лучшие счета в еврозоне, накапливать большие излишки сбережений даже без совершения инвестиций, оказался Ахиллесовой пятой. И называется он «застойным эффектом». Другими словами, «застойный эффект» вернул Германию с небес на землю. С лета прошлого года данные по индексу делового доверия постоянно падают, а автомобильный сектор, основная отрасль экономики страны, находится в стадии резкого торможения после долгого бума. Промышленное производство также падает, как видно на графике. Становится очевидным, что немецкая модель, основанная на экспорте и экономии, выдыхается и подходит к своему концу. Король теперь голый. Общественное мнение в Германии ожидает от правительства признания неправоты своих действий и начала работы над ошибками, но Берлин не намерен признавать свои ошибки. Ко всему прочему, известная немецкая СМИ Die Welt неожиданно атаковала Deutsche Bank, которым и так идет вражда между сильными членами Совета и самим президентом банка из-за нового плана обновления. В период с июля по сентябрь 2019 крупнейший немецкий банк потерял 942 миллиона евро по сравнению с чистой прибылью в 130 миллионов за аналогичный период 2018. Но на этом все не закончилось. В третьем квартале выручка упала на 15%. Основная причина такого падения заключается в решении организации отказаться от торговли акциями. Однако объяснение не совсем убедительно, учитывая, что фиксированный доход также упал на 13%. Это внутреннее землетрясение в самом руководстве банка, которое изо всех сил пытается найти спасение. К примеру, генеральный директор Кристиан Сьюинг отметил позитивные стороны. До налоговую прибыль в размере 353 миллионов евро в дополнении к хорошему состоянию четырех основных направлений деятельности банка, а также указал на стабильность индекса CET1 на уровне 13,4% и рост сбережений под управлением банка. Короче, директор банка оптимистичен. Но рынке придерживается совершенно другого мнения, а многие аналитики рекомендуют продавать акции Deutsche Bank. Даже такие ресурсы, как Bankhaus Lampe, Die Welt, о котором мы уже сегодня говорили, пишут, что пора избавляться от акций Deutsche Bank. Решение банка было позже опубликовано в газете Frankfurter Outgemeine Zeitung. В публикации заместитель генерального директора Карло фон Фор заявил, банк перейдет на отрицательные ставки для крупных богатых аккаунтов. Тем временем около тысячи сотрудников попрощались с Deutsche Bank добровольно и присоединились к BNP Paribas. Короче говоря, все убегают из Deutsche Bank. В связи с этим немецкая пресса выдвигает гипотезу о внутриполитическом столкновении. Такое ощущение, что для того, чтобы спасти себя, Deutsche Bank может скоро изменить свою парадигму, отказавшись от американской модели, основанной на торговле деривативами и акциями, чтобы сконцентрироваться на финансировании немецких компаний. Еще неизвестно, будет ли такой шаг достаточным, чтобы избежать окончательного развала. А пока Deutsche Bank занимается накоплением убытков, реструктуризацией, которая не устраняет проблемы и делами своих сотрудников, акции Commerzbank тоже продолжают падать. Акции Commerzbank, 15% которых принадлежат немецкому государству, стоившие около 50 евро за акцию в период с 2008 по 2009 годы, сейчас стоят 5 евро, что на 7% меньше, чем всего 2 месяца назад. Кстати говоря, до обвала в 2008-м они и вовсе торговались на уровне почти 300 евро. Акции Deutsche Bank торгуются на уровне 9 долларов, тогда как год назад они стоили примерно на 20% больше. До наступления лета слухи о слиянии этих двух банковских организаций воедино вернули веру на рынки. Затем, как только стало известно, что слияние принесет больше вреда, чем пользы, проект объединения был отложен и акции снова продолжили падать. Последние новости также неутешительны. Commerzbank объявил, что он не достиг своих целей за 2019 год, даже несмотря на то, что результаты третьего квартала оказались лучше ожиданий. Это можно увидеть в их финансовых отчетах за 2019 год. Оба немецких банка и Deutsche Bank и Commerzbank сталкиваются с объективно очень сложным рынком. Отрицательные ставки влияют на доходность всех европейских банков, которые генерируют часть своей прибыли благодаря разнице между ставками, взимаемыми с клиентов и ставками, выплачиваемых вкладчиком. Чем ниже ставки, тем уже этот разрыв. Когда ставки оказываются даже ниже нуля, система начинает пожирать сама себя. В последние месяцы в Германии это явление особенно усиливается. Кроме того, на внутреннем рынке Германии складывается очень странная ситуация, когда оба крупнейших банковских учреждения сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны Sparkassen, которая принадлежит местным властям. Подобно нашим сберегательным банкам, эти местные банки имеют меньшие целевые показатели для вознаграждения партнеров и, следовательно, могут предоставить куда более агрессивные условия для кредитования клиентов, с которыми и Deutsche Bank, и Commerzbank тяжело конкурировать. Deutsche Bank вовлечен в сложный период перехода, который в основном предполагает возвращение в прошлое, уменьшать риски от инвестиционной деятельности, то есть заниматься инвестициями торговлей как можно меньше, но при этом увеличивать доходы за счет традиционной банковской деятельности. Однако в свете новых денежных конфузов это прошлое рушится. Банк еще не полностью избавился от похмелья начала 2000-х годов, когда он вкладывал значительные средства в США и финансовые продукты, связанные с ипотекой недвижимости, участвуя в ипотечном пузыре. Забавно, что в балансовых ведомостях Deutsche Bank по-прежнему до сегодняшнего дня еще есть эти финансовые продукты, известные как активы третьего уровня. Гипотетическая их стоимость составляет 22 миллиарда евро. Гипотетическая, потому что это активы, которые невозможно реально оценить, поскольку целевой рынок больше не существует. Другими словами, если банку удастся их продать, собранная сумма может быть намного ниже. Втихую был создан еще один плохой банк, чтобы помочь материнской компании в этой работе по утилизации токсичных активов. Это больше похоже на накрывание грязи ковром, а не уборка этой грязи. Да, ее не видно, но она есть. Потери менее заметны, но все равно продолжают съедать ресурсы банка. Недобросовестная деятельность США также оставила бесконечный след в виде штрафов и уплачиваемых десятков миллиардов долларов. В свою очередь, Коммерцбанк пытается сократить и обновить себя. К примеру, он хочет закрыть каждую пятую отрасль своей деятельности, а это 200 направлений из 1000 и 4300 уволенных сотрудников. Сокращение за сокращениями и фокусировка на кредитовании компаний средних и малых видов. Вот, собственно, и весь немецкий план. На самом деле, не очень хорошая идея. В момент, когда Германия на грани рецессии с последующим предсказуемым увеличением неплатежеспособных клиентов. Правда, в будущем такой выбор двух крупнейших банков Германии может оказаться более плодотворным. Оба банка начали взимать отрицательные ставки по депозитам крупных клиентов, будь то компании или физические лица с крупными активами. Как и все крупные европейские банки, два немецких банка также изо всех сил пытаются вернуть доверие инвесторов, чтобы привлечь дополнительный капитал для преодоления будущих кризисов. Так, власти Евросоюза еще в 2017-м согласились, что банки должны строить подушки безопасности, чтобы уберечь себя от финансовых потрясений. Кроме того, и Deutsche Bank, и Commerzbank являются одними из тех, которые больше всего выигрывают от системы двухуровневой ставки, недавно введенной Европейским Центральным Банком. То есть такой системы, которая позволит не применять отрицательные ставки по отношению к резервам, которые Европейским Банкам будет позволено размещать на депозитах в ЕЦБ. Понятно, что рынки продолжают наказывать акции двух немецких банков, что в совокупности с негативными новостями и нескончаемыми волнами продаж приводят к апокалиптическим заголовкам. Ситуация в банковском секторе Германии далека от тривиальной. Два главных банка страны, Deutsche Bank и Commerzbank, находятся в кризисе. Deutsche Bank потерял 90% своей стоимости с 2007 года, в то время как Commerzbank потерял 98% своей стоимости. Остальные из тысяч небольших банков, в том числе и государственных, частных, находятся в еще более затруднительном положении из-за отрицательных ставок. Именно это еще больше осложнило ситуацию в секторе. Мелкие банки передали отрицательные ставки по платежам коммерческим клиентам, но они не могут передать их частным лицам из-за своих традиций и установок. В отличие от немецких, банки в Швейцарии были намного строже и не испытывали проблем с передачей отрицательных ставок клиентам. Но и там банки находятся в поисках прибыли любым способом. И эта ситуация также подтолкнула кредиторов к инвестированию в рискованные активы, в том числе те, которые связаны с сектором недвижимости, который в стране не имел такого значительного посткризисного падения, как это произошло в Германии. Тем не менее, рынок недвижимости в Швейцарии сегодня переоценен на 15-30%. Сейчас Швейцария считается страной с переоцененным рынком недвижимости. Таким образом, чтобы получить прибыль, банки подвергли себя сильной зависимости от ипотечных кредитов, которые в случае кризиса никто не сможет погасить, что приведет к развитию ипотечного, кредитного и финансового обвала. Кредитный сектор Германии также трудно реформировать из-за крайней фрагментации и присутствия публичного сектора. ЕС обречен. Это было понятно с самого начала. Теперь Ангела Меркель может уйти в отставку, ведь она достигла своей цели уничтожения Европы. Поаплодируем ей за это. Президент Трамп поставил перед Европой несколько ультиматумов насчет стоимости защиты Европы и существенном торговом дисбалансе в отношениях между США и ЕС. Невыполнение требований американского лидера будет иметь последствия как для ЕС, так и для США. И хотя экономика США только на 16% зависит от внешней торговли, на данный момент США имеют почти 900 миллиардов долларов торгового дефицита. Так или иначе, дефицит придется обнулять. Либо Европа будет покупать больше у штатов, либо ей придется продавать меньше. Вот и все на сегодня. Вы даже не представляете, как это видео меня измотало. Надеюсь на вашу поддержку лайками. Ну а меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!